Так, антивирус, программное обеспечение, видеокарта... Ты какую-то смету, что ли, составляешь? Ну, оказывается, даже компьютер купить, это и то проблема. Но если разбираться, то нет. Ну как нет? Ты сама подумай. Антивирус, программное обеспечение, то же самое, страховку мне какую-то предложили на целый год, на случай поломки. Даник, вот честно говоря, когда я покупала телефон в магазине, мне предложили бесплатные приложения платно закачать. Так что, пожалуйста, лучше не попадайся на эту удочку. Ну прям, мне менеджер все подробно объяснил, это реально полезная вещь. Хорошо, а я сейчас тебе подробно объясню, как сэкономить на технологических мифах. Часто при покупке нового смартфона в магазине нам предлагают закачать на него различные полезные приложения. Стоит эта услуга в среднем 50 долларов. Например, в день в магазине продали 10 таких смартфонов, и 5 из новоиспеченных владельцев согласились на эту услугу. И если посчитать, сколько от этой услуги магазин получает в год, то выходит примерно 90 тысяч долларов. При этом все приложения, которые закачивают в магазине, абсолютно бесплатные. А ведь и на других технологических мифах компании зарабатывают миллионы долларов в год. Я хочу развеять эти мифы и помочь вам сэкономить деньги. Бесплатное программное обеспечение хуже, чем платное. Иногда это действительно так, но далеко не всегда. Зачастую вы платите деньги исключительно за бренд и популярность. Например, все думают, что создавать и редактировать документы, таблицы и другое можно только используя пакет Microsoft Office. Но ведь официальный офис очень дорогой. Вместо него можно использовать OpenOffice или Google Docs. Также можно найти аналоги для любой необходимой вам на компьютере программы. Нам однозначно сказать, хуже или лучше нельзя. Как правило, они обладают разным функционалом, ориентированным на разных пользователей. В платном, как правило, все более расширено и более доступно. В бесплатном что-то может отсутствовать. Как в платном, так и в бесплатных версиях бывает, что есть замечательная и хорошая поддержка. Чем больше мегапикселей, тем лучше. Каждый раз с выходом смартфона новой модели мы бежим в магазин менять свой гаджет для того, чтобы получить камеру не 8 мегапикселей, а 12, например. Тратим на это много денег. Но так ли это нужно? Ведь снимка с разрешением в 2 мегапикселя вполне хватит для демонстрации на экране лаптопа. А снимка с разрешением в 4 мегапикселя вполне достаточно для печати фотографий стандартного размера. Может просто разобраться, с какой целью вы делаете свои фотографии и не покупать новый навороченный смартфон. Собранный самостоятельно компьютер всегда хуже готового. Сегодня, когда на полках магазинов стоит огромное количество моделей, компьютеров и ноутбуков, на любой вкус и кошелек никому и в голову не приходит собирать самостоятельно собственный компьютер. Ведь он будет хуже, чем фирменный. Но это не так. Если пользователю интересно заморачиваться, если он читает обзоры, если пользователь достаточно продвинутый или наоборот хочет что-то узнать, конечно, ему, наверное, будет интереснее собрать саму компьютер. Но если человек захочет, если человек разберется со всем этим, собрав компьютер самостоятельно, он, наверное, сэкономит. Мой компьютер нуждается в дорогой антивирусной программе для защиты. Часто на эту удочку попадаются компании с неограниченными финансовыми возможностями на программное обеспечение. Олег, нужно установить антивирусные программы на этот компьютер, на этот, на этот и на этот. Хороший антивирус, конечно, нужен, но не в самой дорогой комплектации. Если подсчитывать цены среднего антивируса, то в месяц выходит от 3 до 7 долларов. В принципе, это доступно, я не считаю, что это супердорого. Плюс ко всему этому вы получаете, опять-таки, функционал, то есть у вас постоянное обновление баз. Но есть бесплатные решения, которые при определенных условиях можно, в принципе, эксплуатировать, так же, как и какие-то дорогие решения. Здесь все зависит от уровня подготовки пользователя. Бесплатный антивирус вполне может обезопасить ваш компьютер. Но для полной защиты вам придется постоянно его сканировать на наличие вирусов, следить за различными обновлениями баз, а также, если ваш компьютер все же заболел, вы можете скачать в интернете специальные лечащие утилиты и восстановить его. В общем, если у вас есть время, разбирайтесь и сможете неплохо сэкономить. Давайте сравним цены на одну из топовых моделей iPhone 5s. Версия 16 гигабайт стоит в среднем 750 долларов. А вот 32 гигабайта стоит уже на 100 долларов дороже. И это минимум. А знаете, сколько дополнительные 6 гигабайт обходятся компании? Примерно в 10 долларов. Так, может, не стоит хранить на телефоне фотографии и видео за несколько лет, а периодически сбрасывать все на компьютер? Это все-таки 100 долларов экономии. Если вы думаете, что просто не сможете обойтись без всех своих фото, приведу небольшой пример. У меня была большая сумка, и в ней было все. Казалось, все, что мне нужно. Но потом мне понравилась маленькая сумка, и я переложила в нее только то, что мне действительно необходимо. И как вы думаете, хоть раз мне понадобилось то, что осталось в старой сумке? Нет, ни разу. Точно так и с фото. Так что учитесь экономить на современных гаджетах и технологиях. Не попадайтесь на удочку компаний и брендов. Потому что если всему слепо верить, то никакого состояния не хватит угнаться за всем модным и новым. Редактор субтитров А.Семкин